Есть такая практика прогноза, а именно на новый астрологический год. Эта практика, кстати, доминирует над практикой на новый официальный год. Считается, что это точнее. Строится Новый год на столице страны, входа солнца в нулевно. И изучается карта, интерпретируется. Техника простая, интерпретация сложная, как всегда. Что я вижу? Вот я построил карту сначала на Москву, а потом уже доберемся до всех остальных. Кстати сказать, астрологи, профессионалы могут строить на каждую область отдельно, на столице этой области. Как будет идти картина в этой области конкретно? Но у нас субъектов федерации много, поэтому я не буду на каждом из них разбираться. На всю страну в целом. Карта находится вся практически на востоке. Девять планет на востоке в момент Нового года. Только Луна на западе. Но Луна в очень таком своеобразном месте. Весь фокус туда идет. И она находится в доме шестом. Ой, шестой дом – это вообще, говоря, дом социальных и производственных отношений. Иными словами, это зарплаты, это занятость, это фонды пенсионные, там, медицинское страхование. В общем, все, что создает социальное обеспечение людям, которые живут в этой стране. Луна во льве, во включенном знаке. Позиция активная, тема острая. Но включенность говорит о том, что проблемы эти пока еще не решаются. Вязко, медленно. Остаются проблемы. Луна в оппозиции к Плутону. Плутон у нас – это силовые структуры. И по понятным причинам большая часть денег идет в силовые структуры. Тут уже ничего не возразишь. Проблемы в социалке будут оставаться еще весь год. Единственное, что обнадеживает, что от Юпитера зеленый аспект. Какие-то попытки улучшить ситуацию будут. Какие-то деньги туда будут добавлять, может быть, что-то будут менять. Но серьезных подвижек в социальной сфере ждать не надо. Следующее – это, ну, вас, конечно, всех интересует, как наши Марсовые успехи. И Марс, и Плутон находятся во включенном знаке в 12-м доме. Ой, ну не то чтобы вязко, но вот, вот. Включенный знак в 12-й дом не дает развернуться во всю силу. Знаете, там, разудись плечо, размахнись рука. Это вязко, тягомотно, получше, чем 2023-й. Для страны это будет менее драматично, так сказать, даже менее трагично, чем 2023-й год. Во многих отношениях, потому что там Марс стоял на вершине 8-го дома, дом смерти, это не очень приятно, мягко скажем. Сейчас он в 12-м. Но и таких решительных прорывов вперед резких не будет. В этом смысле 25-й, карта у 25-го года веселее чуть-чуть. Ну, уйдите только, что Новый год начинается как раз с марта. Карта 25-го года повеселее. Она дает надежду на активный напор и успешный, так сказать, переход в более успешной ситуации. А 24-й ничего не будет закончено в этом отношении. Не ждите ура налетов, ура взлетов. Вот медленно, но верно, занудливо. Что еще сулит нам год этот? Как ни удивительно, сулит подъем экономики. Юпитер во втором доме, уран там же. Деньги появятся в стране. Может быть, не сразу, но появятся. Причем за счет более высоких технологий. В первую очередь. Это значит, будет развиваться, содержательно развиваться наша. Второй дом – это же реальный сектор экономики. То, что производит всякие предметы и собирает всякие продукты. Это не торговля, не финансы. Это именно реальный сектор. И вот в реальном секторе происходят заметные перемены к лучшему. Ведь тот самый Юпитер с ураном, о котором я говорил в прогнозе на месяц, они попадают у нас в стране, в реальный сектор экономики. Конечно, основная проблема у нас все еще – это наши друзья-враги. В широком смысле слова. Даже я бы сказал, что не братья наши, друзья-враги там типа Штатов и Европы. Вот основная проблема. Она висит в течение всего года. Там Черная Луна в седьмом доме, там узел нисходящий в седьмом доме. Но страна медленно наращивает активность и самостоятельность. Овен, вот этот узел, идет в первый дом. Рост самостоятельности. Но все это в овне, во включенном знаке. То есть идет, нарастает, но медленно. Больше внутри. Я могу сказать честно, что нам не хватает решительности на мировой арене. Большей силы, большей уверенности в себе. Хотя при всем при том, мы постепенно выходим от всех влияний, какие только можно, начинаем все более и более самостоятельные линии. Президент на Новый год. К этому времени уже президент обозначится. Позиция президента внешне слабая, скорее внутренне активная. Тоже солнце в первом доме, восходящее. То есть, по идее, сильная позиция. Но включенный знак более скрытая. То есть, скорее всего, президент займется всевозможными перестановками внутри правительства, внутри властных структур и прочее. То есть, вот так вот. А наиболее активный впереди – это Сатурн на восходе. А Сатурн – это чиновники, это исполнительная власть. То есть, премьер-министры и прочие, они будут вести активную политику, а президент будет заниматься теми, кто будет заниматься страной. Тут, на самом деле, Сатурн делает длинный нагон к Десятому дому. Это значит, что властная политика будет более жесткой. И причем, я думаю, что это, скорее всего, более жесткая по отношению к разным исполнительным структурам. Рыбу будут чистить с головы, как-то неудивительно, в данном случае, а не с хвоста. Вот такая примерно картиночка. Суммарно говоря, так. Экономика на подъеме. Реальный сектор экономики. В этом году будут закладываться программы, в первую очередь, экономические, которые будут иметь очень большое продолжение. Финансы тоже, кстати, не в провале. Деньги есть. Большие перестановки в верхах. Постепенная тихая смена линии. По-настоящему яркая смена линии пойдет в следующем году. А сейчас – неторопливая медленная смена линии. Ну и там, на западном рубеже, как-то у Ремарка «На западном фронте без перемен» была такая книжка. Драматичная очень. Примерно то же самое. То есть перемены-то есть, но будет медленное давление. Долгое и нудное. Но зеленый аспект идет от Урана и Юпитера к Плутону. Это значит, и армия усиливается, получает лучшее оружие, может быть, в Косомаре организуется. Единственное только, что Плутон в включенном знаке в 12-м доме и говорит, что результаты этого будут видны заметно позже, не в этом году. Вот яркие результаты, они не сразу будут видны. В наши времена многим очень хочется понять, что же происходит, куда движется мир. Самый лучший взгляд на историю, взгляд сверху, когда перед нами раскрывается вся картина мировых процессов. Есть такая дисциплина – мировая астрология. Знание мировой астрологии дает возможность понять, куда же мы движемся, понять будущее своей страны, своего народа, всего человечества в целом. А для этого астрологию надо знать, надо ее учить. Не для того, чтобы доверять словам специалистов, а чтобы понять самому и увидеть самому. Приходите к нам учиться. Ну, так ведь это же мы можем не только за нашу родину. Мы можем посмотреть, в общем-то, общее положение в мире и пройтись по всему миру. Начнем, конечно же, с Европы. Португалия сначала, где есть город Лиссабон. Да ничего там особого не происходит, честно говоря. Живут себе и живут. Да, конечно, есть скрытые трудности с финансами, но несокрушительные. Ничего особо там нету. Мадрид, центр испанский. Да тоже так же, как и Португалия, в общем-то. С деньгами туговато. Особые социальные проблемы, ну, их не ждут. В общем, несмотря ни на что, идет какое-то улучшение. Для них этот год без больших потрясений. Дальше есть такой городок Париж. Как-то увидеть Париж и умереть. У Парижа очень интересно. Вот как раз Париж, уран точно в надире. Это большие внутренние встряски. Речь идет не о Востоке. У них проблемы внутри. Серьезные социальные проблемы. И не уверен, что президент досидит до конца. Должны быть очень серьезные изменения во внутренней политике, возможно, даже в правительстве. Там проблемная зона. И финансовые проблемы перед ним довольно остро стоят. Но финансовые проблемы сейчас, вот эта тема, она волнует, вообще говоря, всю Европу там, по крайней мере, западную. Активно они занимаются внешней политикой. Ну, это вот... Дальше есть такой городок, как Брюссель. О-о-о-о! А ведь Брюссель-то это столица Евросоюза. И вот в Брюсселе жди очень больших подвижек. Даже не ожидал. Проблемы. Причем проблемы нескольких сортов. Вообще, как и во Франции, уран в надире. Это значит, что можно ожидать достаточно серьезных перемен в управлении. Еврокомиссаршие, еврокомиссары. Возможно, резкие изменения в креслах. К тому же, у них Сатурн точно на вершине второго дома, то есть денег. А Черная Луна в вершине восьмого, то есть чужие деньги, финансы, долги, кредиты. Проблемно очень. Они вычерпывают свои закрома, их со свободных денег становится все меньше и меньше. Политические проблемы, экономические проблемы, точнее финансовые. Ну что ж, посмотрим. Этот год будет трудный для Брюсселя и для его обитателей. Не всех, но в первую очередь еврокомиссаров. Есть еще такой город, как Берлин. Ух ты, мама родная. У Берлина то же самое. Там финансовые. Но не поймешь, то ли лучше, то ли хуже. Там не Сатурн, а Нептун. А Нептун размывает ситуацию, делает неопределенность. Вот там финансовая неопределенность наступает. Не то чтобы облом, не то чтобы подъем. Но неопределенность совершенно четкая. Финансы, кредиты, банковские деньги, деньги, работающие в реальном секторе, это будет проблема этого года. И большие социальные протесты. Год идет под знаком социальных протестов и большой встряски. В войну они, конечно, скорее всего, не влезут, потому что там напротив стоит Луна в седьмом доме. То есть это не агрессивная планета. Это скорее говорит именно о больших социальных протестах. Следующее у нас Рим. Лягушатников посмотрели. Теперь смотрим Макаронников. Вы знаете, у Макаронников ничего принципиально нового. Прямо анекдот. Причем, как ни удивительно, в общем, финансовая стабильность. В целом все тихо, спокойно. Ну, посмотрим, что у нас там в Праге. В Праге трудная ситуация, видимо, связана с активным участием в действиях на Западе России и на Востоке Европы. По крайней мере психологическим. Они напористые, они активно принимают. Россию по-прежнему не любят и очень активно, и, видимо, с ней борются. То же самое ситуация, финансовая неопределенность. Президент стабильный, стоит нормально, но Плутон подсказывает, что, возможно, они наткнутся на сложную ситуацию. Это приведет к протесту. Будапешт, Венгры. У Венгров, значит, лучше, чем у Чехов, несмотря на то, что тряска, там есть какие-то проблемы финансовые, но в целом устойчивые, даже финансовые достаточно устойчивые. Венгров спокойно. Сербы наши любимые. Сербы в положении неровное, трудное. На них давят. Они тоже пытаются давить. Марс еще не вышел на асцендент, но в первом доме. И, видимо, отношения внутри страны довольно сложные, особенно с соседями напряженка. Я думаю, что Косово, проблема Косово нарастает, это самая главная проблема. То же самое социальные проблемы, но они их пытаются активно решать. Болгария. Устойчивая, трудная ситуация в экономике, но устойчивая, не какой-то особый облом. Финансовые проблемы висят очень остро. Узлы идут точно по оси восьмой-второй. Проблема стоит серьезная. Нарастают внутренние протесты. Возможно, перемены во власти мягкие. Вот ведь болгария там. Даже когда резко, все равно мягко. Варшава неплохо, на самом деле. Тихо, спокойно. Шума много, никаких глобальных проблем нет. Социальные проблемы у них висят. Занятость, вот эти проблемы конкуренции, связанные с Украиной и с другими соседями. Рига, Латвия. Очень остро висят социальные и финансовые проблемы. Все нарастает, нарастает. Может быть, к концу года чуть улучшится, но год трудный. Очень финансовые отношения трудные и очень проблемные. В Финляндии политические встряски большие. Все-таки дорвались они. Политический кризис устойчивый. Финнам, наверное, надоело вот это, то, что им подсунули. Правительство их, воспитанное в Америке, подсунуло им решение. Кризис устойчивый, кризис властный. Шведы живут все спокойно. Какие-то экономические и технологические встряски, возможно, неприятности технологические, технические и аварии. Но в целом стоят хорошо, нормально. Вот англичане. Сложное положение. Причем, как я понимаю, тоже какие-то перемены, перестановки во власти. И довольно серьезно проблемная ситуация в финансовом отношении. Политика достаточно агрессивная, но боюсь, что они нарвутся. Прямую войну не выходят. У них тоже Марс, Плутон включенные. Ну, давят, давят, давят. Вот они будут с нами воевать еще изо всех сил. Такой напор чувствуется. Вот есть такой городок у Ошингтон. Округ Колумбии, Юсей. Город, который не относится ни к одному штату. Большие встряски, экспансия серьезная. И большие напряжения на мировое арене. У них как раз все на западе. Карта в этом году начинается Плутоном. То есть это судьбоносные годы исторически. Ну, все карты начинаются Плутоном. А это значит, что судьба берет на себя решение. Судьба, высшие силы берут на себя решение за то, что происходит в мире. И что происходит в мире? У Штатов это, кстати, очень серьезный год. Очень серьезный, потому что Марс стоит точно в Надире. Юпитер с Ураном на Десценденте. Плутон, Луна по оси 3-9. И Солнце с Нептуном на вершине Пятого дома. Что могу сказать? Очень активный президент будет. Это выборы. Президент прет по-прежнему. Весь в иллюзиях. И вот законодательные органы все в иллюзиях. Потому что Нептун точно на вершине. Вот именно Нептун точно на вершине Пятого дома. Они все еще продолжают активно жить в зоне своих иллюзий. Потому что, видимо, в этом году до выборов ничего не решится. У них нарастает, с одной стороны, экспансия. А с другой стороны, как я вижу, Уран в Седьмом доме ухудшает соотношения со многими их партнерами на Западе. Народ старается вырваться из-под власти Штатов. Ощущение своей власти по-прежнему присутствует. Еще не настал период больших разочарований. Но с нами отношения все дальше и дальше. Экономически стоят хорошо. Подъем. Проблемы в основном все идут. Нарастающие проблемы в политике. Во внешнем мире. Так, следующее. Еще есть Куба такая интересная. Куба экономическая ситуация. Ну, стоит. Не бог весть, какая она стоит. Возможно, какие-то перемены внутренние. Так, вот, Каракас. Ну, такая экономика не очень устойчивая, но и не очень обломит. По-прежнему активная дружба с нами нарастает. Президент, в общем, достаточно сильной позиции. Улучшения социальные, как ни удивительно. Где-то социальные улучшения есть. Понятно. Видно отношения с далекой страной. Такой позитивный рост изменений к лучшему. Ну, улучшение социальной обстановки в целом. Правительство сильное, положение активное. Я пока Бразилию посмотрю. Положение политическое сильное. Вложения большие. Проблемы социальные у них. Финансовое положение достаточно хорошее, устойчивое. А вот социальные сложности у них большие. Об этом никто ничего не говорит. Канада тоже не очень интересная. Какая у них старается оттава? Внутренние конфликты. Некоторые проблемы финансовые. Протесты идут. Но в целом страна, в общем, стоит устойчива. Никаких особых проблем больших нет. Есть городок Киев. Вот самое интересное, что два разных совершенно положения. У нас военные действия, скажем, все эти вот это, выглядят как вялые. У них как очень активные. То есть они вкладываются изо всех сил в это. Марс точно на асценденте. То есть для них это самая главная тема. Историческая все это время. И напряженная очень. Проблемная. Денег им подкинут. Но не сразу. И особых чудес здесь нет. Подкинут недостаточно. Но подкинут. Для них, да, весь этот год тяжелый. Восьмой дом Венера тяжелый год. А наши северные другие братья и сестры. Понятно, напряжение экономическое присутствует и присутствует. Денег мало, но мы держитесь. Власть стабильная. Надежная. Президент пользуется популярностью достаточно большой. Воевать они ни с кем не воюют. Марс далеко от асцендента. Хотя напористые такие. Конечно, проблемы с соседями есть, но они скрытые. Так что вот это не расползется по территории Белоруссии и дальше. Социальные проблемы стоят. Казахи. Еще есть Казахстан. Активная позиция. Разрыва отношений ни с кем нет. Они пытаются играть на две руки. Сторона пытается заявлять о себе. Демонстрирует самостоятельность. То есть она будет продолжать бодаться с Россией. Социальные проблемы устойчивые. Экономические проблемы устойчивые. А так вроде ничего. Какой-то рост при этом наблюдается. Так. Ничего особого в Ташкенте не происходит. Активные. Расширяются. Растут, как ни удивительно. Растут. Страна на подъеме. Медленно, но развивается. Власть явно, честно, авторитарна. Это никаких сомнений нет. Иерусалим. Да то же самое. Продолжение. Вязкое продолжение ситуации. Траты большие на армию. На войну. Ухудшение некоторое социальное положение. Ну, в принципе, в Израиле все идет достаточно успешно. Хотя этот год еще будет целая куча внутренних проблем. Может быть, не так активна война, как раньше. Ну-ка посмотрим, что у нас в 23-м было в Израиле. Вот, в 23-м году в Израиле видно было, что все проблемы очень острые, так же, как и в России. Новолуния. Последний день в самом Надире. То есть они получили проблемы по максимуму. А вот этот год, 24-й, просто значительно спокойнее. Они, скорее всего, будут долго и нудно разбираться со своими внутренними врагами. Отношения с ближайшими соседями острые. Но войны с Ираном я не вижу. Не влезет Иран. Будет это еще целый год такого занудства, занудливых разборок. Если смотреть по этой карте, то Тегеран в войну тоже не ввяжется. Они будут поддерживать, да. Это для них периферия далекая. Они будут заниматься активно, заниматься экономическими вопросами. Бейрут. Да, Беруту туго. У них внутренние проблемы серьезные. Мы-то видим, вот ситуацию с Хизбаллой. Там напряжение на территории, самой территории Ливана. Хотя сам Ливан не участвует официально в войне. Есть еще Сирия. Вот в Сирии тяжело, у них постоянно это продолжается. Драка еще долго. Нудно, активно. Но президент стоит прочно, власть жестко. Как не удивительно, финансы улучшаются. Уменьшаются проблемы, денег становится больше. Вот и все. А еще кто? А вот Хусид и Емен. Солнце на асценденте. Вот, ребята, кто шумит. Они еще целый год будут продолжать шуметь. У них солнце на асценденте. Судя по всему, большая война в 1924-м не разразится. Но и завершения полноценного завершения не будет. У Израиля ситуация заметно улучшится. Внутри что-то завершится. Но все равно вот это 24-й получается просто продолжение. Дальше что у нас еще? У нас есть Китай. А в Китае город Пекин. Нет. В войну в этом году они не ввяжутся. Напряжения растут. Жесткая внутренняя политика. Активная. Активно развивает экономика. Но там проблемы некоторые у них сейчас. Небольшие проблемы скрытые. Но в принципе стоят нормально. Политика нормальная. Сильное правительство. Сильная власть. Так, кто еще у нас следующий? За Китаем-то. Дели. Активный напор. Деятельный. Целенаправленное развитие. Ярко выраженной войны не видно. Экономическое положение. Ну, перемены какие-то. Есть свои трудности. Есть свои плюсы. Там и квадрат Сатурна, и квантил Солнца. Так, что у нас тут еще есть? Япония. Токио. Хорошо. Экономика развивается. В политике тряски политически большие. Возможно перемена. В правительстве серьезные изменения. Но так в целом ничего особо не происходит. Работает на новых технологиях. Положение стабильное. Все. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok